МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 2035 году город Шэньчжэнь планирует стать национальным образцом высококачественного развития, а также центром инноваций, предпринимательства и творчества с международным влиянием. Поэтому приверженность Си Цзиньпина продвижению высоких технологий местные предприниматели приняли с восторгом. Доклад указывает направление развития и открывает широкие возможности для высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Китая. За последние 11 лет компания TCL Huasin инвестировала 260 миллиардов юаней в сектор полупроводниковых дисплеев. Этот шаг сделал китайскую индустрию полупроводниковых дисплеев одним из мировых лидеров. В будущем компания продолжит развивать индустрию и внесет свой вклад в качественное развитие экономики Китая. Доклад также подчеркивает, что инновации останутся в основе стремления Китая к модернизации. По словам предпринимателей, это ключ к выживанию и расширению бизнеса. Чтобы обеспечить высококачественное развитие, предприятие должно продвигать научно-технические инновации. За последние 11 лет наша компания выпустила большое количество новых технологий и продуктов и успешно вышла на передовые позиции в отрасли. Мы продолжим наращивать инвестиции в научно-технические инновации, делая китайскую индустрию полупроводниковых дисплеев лидером в мире. По словам экспертов, район Большого залива демонстрирует твердую приверженность Китая открытости внешнему миру. Ведь это один из самых открытых и динамичных регионов страны. Как мы знаем, район Большого залива начал сокращать некоторые неэффективные мощности еще более 10 лет назад. На месте индустриальных районов появились зоны высококачественного развития. Вместо печей и дымящих труб появились современные технологии, привлечения талантов и капитала. И вся эта система постепенно вышла на первый план в нашей стране. Таким образом, в ближайшие 10-15 лет район Большого залива превратится в большой инновационный и финансовый центр мирового уровня. Большой шаг вперед для медицины республики и всего Дальневосточного федерального округа. В Лануде на днях открылся центр ядерной медицины. Пациентам можно будет диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях. Новейшие аппараты помогут спасти тысячи жизней. Подробности расскажем далее. Прорыв в сфере здравоохранения не только Бурятии, но и всего Дальневосточного округа. Открытие центра ядерной медицины позволит повысить раннюю диагностику не только онкологических, но и кардиологических заболеваний. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие – это начало больших изменений по улучшению ситуации по борьбе с онкологией в республике Бурятия. Ну а также мы готовы оказывать услуги и нашим соседям, хорошим друзьям не только из России, но и из других стран. Здесь идет производство радиофармпрепаратов. И медцентр сможет обеспечивать все дальневосточные регионы и часть регионов Сибирского федерального округа. Медицинская сестра на компьютере сдаёт все необходимые параметры для фасовки. Затем производится измерение активности в материнском флаконе, который поднят из производственной зоны. И затем уже из флакона фасуется в шприц. И каждый шприц подвергается повторному исследованию на набранную активность. После того, как активность в шприце соответствует назначенной дозе врача, шприц помещается вот в такой защитный кожух. После этого кладется в контейнер. И вот в таком контейнере, в таком виде, передается в процедурный кабинет. По сравнению с другими препаратами, которые применяются в онкологии, эти, можно сказать, безвредные, поскольку быстро выводятся из организма. Особенность препарата в том, что он не вызывает аллергических реакций, потому что это, в общем-то, молекула глюкозы практически, которая у нас в организме всегда присутствует. После введения препарата пациенту нужно подождать около часа, чтобы вещество распределилось в организме и, главное, накопилось в зоне новообразования. И уже потом больной отправляется на ПЭТ-КТ, современный лазер, который и выявляет рак. Компьютерный томограф сканирует обычную часть тела. В дальнейшем есть еще совмещенный позитронный эмиссионный томограф, который уже сканирует непосредственно накопление радиофарм препаратов в организме человека. С открытием центра сложился полный цикл для диагностики и лечения онкозаболеваний. Лечение и хирургическое, и химиотерапия, оно должно обязательно сверяться с контролем по диагностике на ПЭТ-КТ-сканере. На открытие приехали специалисты из крупных городов. Медики провели конференцию, где обсудили современные методы лечения онкологии радионуклидными препаратами. Таким образом можно бороться даже с самыми запущенными стадиями. Применяется одна и та же технология для диагностики и для терапии. Для ядерной медицины эти принципы позволяют отобрать тех пациентов, которым будет радонуклидная терапия эффективна, провести эту терапию и добиться очень хорошего результата, поскольку у этих пациентов присутствует выявленная при диагностическом исследовании биологическая мишень. И, пожалуй, что самое важное – это удобство для пациентов. Раньше на обследование им нужно было выезжать в ближайшие центры – в Хабаровске, Красноярске, Новосибирске и Москве. Проект реализован при поддержке Минвостокразвития вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Юлия Пермякова, Восточный Альянс, Бурятия. Много времени ушло у неравнодушных брачан, чтобы воссоздать историю. В музее под открытым небом Ангарская деревня завершается реставрация Столетнего дома. Его перевезли из населенного пункта Анчиряково-Братского района. Реставрация далась с трудом. Волонтерам и сотрудникам музея даже пришлось освоить старинные технологии, чтобы реконструировать глинобитную печь с трубой. Все подробности прямо сейчас. Умело орудуют киянками рабочие. Они заняты воссозданием большой глинобитной печи с русской трубой. Удар за ударом, и она готова. Еще неделя уйдет на то, чтобы печь просохла. Эта работа, пожалуй, самая тяжелая по реконструкции дома в музее под открытым небом в Братском районе. Сюда, в Ангарскую деревню, это столетнее здание перевезли из деревни Анчиряково. Работы по реставрации начались еще летом, но задач много, поэтому сотрудникам музея помогают добровольцы. Сегодня подшиваем фронтон. Вот узорчатые доски прибили. Требует, да, конечно, определенной сноровки, для того, чтобы она не сломалась, не прогнулась, не лопнула. Поэтому несколько человек, естественно, втроем, вчетвером одну доску приколачиваем. Работой, что не требует особой физической подготовки, занимаются и волонтеры-школьники. Андрей пришел на реконструкцию вместе с отцом. Парень уже помогал стелить кровлю, а сейчас умело орудует строительным феном и скребком. Я очищаю доски от краски, чтобы потом нести новые, чтобы не было рельефа от этого потрескавшегося, и чтобы были новые красивые доски. Волонтеры и сотрудники музея восстановили подполье, собрали сруб и застелили полы. Также заменили пять сгнивших венцов новыми. Сейчас осталось дело за малым – доделать кровлю и вставить окна. Затем здесь появится подлинная мебель. Уже в готовом доме заработает интерактивная выставка. На ней можно будет узнать всю историю векового здания. В витрине будут находиться некоторые предметы, которые удалось найти при разборке, при реставрации дома. Это ритуальные предметы, такие как нож, вшитый в обходную дверь, который делали от сглаза. Это строительный приклад, состоящий из денег, шерсти, зерна. Увидят гости старинные документы 1910-х-20-х годов. Они чудом сохранились в подполье. Ну а для совсем юных посетителей будут проходить мастер-классы по гончарному «Делают качеству». Фермеры Приютницкого района готовятся к холодам. Сегодня потребность в грубых кормах в районе составляет 26 тысяч тонн. Уже заготовлено свыше 28 тысяч тонн, что составляет 100%. Более 100 гектаров озимых уже дали хорошие всходы. Тему продолжит Светлана Джива. Хозяйство Якуба Атаева – одно из развивающихся в районе. Благодаря теплой осенней погоде, крупной рогатый и мелкий скот на выпасах. Животные исправные, говорит фермер. Работать на земле одно удовольствие. Своими руками выращивает корма для животных, заготавливают сено. Круглый год на столе калмыцкое мясо, которое высоко ценится по вкусовым качествам. С гордостью отмечает Якуб Эльбекович. Большую помощь фермерам оказывают правительство и профильное министерство. Субсидии дают. На овцематку, на караэс. Семья у фермера большая. Приезжает на выходные жена и дети. Животномоческая стоянка досталась от отца. Сейчас они с братом продолжают дело. В этом году получили хороший приплод на 100 овцематок, 100 ягнят. А также собрали неплохой урожай, говорит фермер. От реализации шерсти смогли обновить парк сельхозавтотехники. Уже это наша хобот, наша жизнь. Мало таких молодежи вообще не хочет. А нас мало осталось наших таких. Ну а что, потихоньку трудимся, стараемся что-то добить, после себя оставить что-то. Прошедшая засуха оставила свои отголоски, отмечает специалист отдела развития АПК Анатолий Кукаев. Несмотря на тяжелый год, фермеры справились. Для многих сельхозтоваропроизводителей это стало большим испытанием. Но несмотря на это, они настроены работать не покладая рук. Меры поддержки, оказываемые правительством в России, были ощутимы. У нас по району зарегистрировано 8 сельхозпредприятий, 2 спока и в пределах 98 КФХ. Поддержка идет ежегодно, она идет планомерно, начиная с весны и кончая осенью. Идут субсидии по разным направлениям, начиная от поддержки в области растеневодства и заканчивая субсидией по производству зерна. Чем больше хозяйство продало зерна, это поощряется, и они получают на это определенный вид субсидий. У нас в целом по районам посеяно где-то в пределах 30 тысяч 100 гектар. Всходы, скажем, отличные. Так что есть виды на урожай. Какая будет в этом году зима, трудно предугадать. Но до наступления холодов у фермеров есть еще время основательно подготовиться к зимовке. Светлана Аджиева, Восточный альянс, Калмыкия. Перейдем и к утиным историям. В Покровске утки, выпущенные в Центральное озеро, снесли яйца, из которых вскоре благополучно вылупились птенцы. Ранее эти утки неслись и давали приплод лишь в весеннее время года. От этого еще удивительнее появление осеннего потомства. Сколько всего утят вылупилось и как они себя чувствуют, узнаем в следующем материале. Вот уже три года в летнее время члены общественной организации «Союз Хангалас» выпускают монастырское озеро домашних уток и гусей. Делается это в первую очередь для эстетики, чтобы радовать глаз покровчан, а также для очищения водоемов от ряски маленьких водных растений зеленого цвета. В прошлом году Покровская средняя школа номер 3 соорудила для птиц симпатичный плавучий домик, который разместили прямо в середине озера. Нынче, когда наступила пора забирать водоплавающих на зимовку, в домике обнаружили неожиданную находку. 19 сентября мы решили собрать утку и гусей уже на зимовку пораньше в этом году. В домике, который построила Псош номер 3, они облюбовали его, оказывается, обжили его. И я обнаружил там 13 яиц. Заложил все яйца в инкубатор. Вначале был страх, что яйца уже не жизнеспособные, но через месяц нахождения в инкубаторе они начали проклевываться. В итоге на свет появились 10 птенцов. Три яйца, к сожалению, так и не вскрылись. Новорожденные утята пару дней пробыли у Сергея Гребнева дома, затем он их перевез на свою загородную ферму. Здесь вот я их сюда перевез. Вот такие. Они вылупились у нас 16... Ой, 19... Вот такие вот маленькие. 19 октября они вылупились. Сейчас утята питаются специальным комбикормом в перемешку с водой. К мамам и папам они попадут только после того, как окрепнут примерно через месяц. Все вместе они должны перезимовать и следующим летом вновь вернуться на свое уже родовое озеро. Да, обязательно вот этих маленьких уточек мы запустим на это монастырское озеро, чтобы их родовое там начинание там уже продолжалось. Пока неизвестно самка, самец и так далее. Да, пока еще нельзя определить, потому что у них, ну, они еще слишком маленькие. Это будет видно где-то вот около двух месяцев, через два месяца. В планах у Сергея Гребнева и общественной организации «Союз Хангалас» охватить все озера Покровска водоплавающими домашними птицами. Рассчитывают по 15-20 особей на каждый водоем. Виолетта Зосимова, Федор Тарасов, Хангалас Киллус. Федор Тарасов, Хангалас Киллус.